Девушки отдыхают Да Вот я даже знаю, кому задать этот вопрос Кто тебе ответит, Володя? Ну давай представлять, кто у нас в студии сейчас находится Иван Губин, директор политехнического института Вятского госуниверситета Еще раз добрый день В первом части Иван тоже принимал участие Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы Маяковская Депутат регионального заксобрания нашего Дмитрий Валерьевич, добрый день Добрый день Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства галереи прогресса Добрый день Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по вятке» Все те, кто принимали участие во встрече вот с этими людьми Совершенно верно Итак, в пятницу, 30 марта В детском космическом центре Прошла встреча архитектуры и общественное пространство Кирова «Взгляд со стороны» По приглашению Игоря Владимировича Васильева В город приехали архитекторы Которых я сейчас перечислю Это Олег Шапир, архитектор, партнер архитектурного бюро Вау-хаус Анна Ищенко, генеральный директор того же бюро Андрей Насоновский, совладелец Universal University Британская высшая школа дизайна Московская школа кино Школа компьютерных технологий Scream School Московская архитектурная школа Марш Елена Гонсалес, президент Маршлаб Филипп Якубчук, руководитель региональных проектов Маршлаб И Михаил Шатров, руководитель образовательных проектов Маршлаб Специально перечислил для тех, кто будет потом искать в интернете Забивать, что такое Маршлаб, Вау-хаус Ну вот, а ответить тебе, наверное, на этот вопрос Насколько они известны и что это за такие лаборатории Я думаю, что Дмитрий Шиляев Потому что, Дима, ты на этой встрече сказал, что это серьезные люди Поближе микрофон, пожалуйста Поближе микрофон Вот ответь, Володя, пожалуйста, насколько известные и насколько серьезные Ну там на самом деле негде ставить звезды Да? Вообще абсолютно То есть британская высшая школа дизайна Это же мировой уровень То есть, закончив ее, можно получить образование в любой Часть, ну как бы стране мира Бау-хаус это вообще два века уже существует Собственно, что это Поэтому с архитектурным Маршлаб Как бы герой я меньше знаком Но после общения, ну как бы с прессой Мы общались как раз с Гонсалес И это внимательный человек Который может работать не только за деньги Потому что он сказал, что ну как бы Очень неважно, как будет складываться ситуация В плане там, допустим, сколько будет заплатено и так далее Я в принципе так понял То есть с моих слов, да Но важно, чтобы все произошло так, как нужно История была внезапная совершенно для всех участников этой встречи Я ее модерировала Мне точно позвонили буквально накануне, в четверг Точно так же, как каждый здесь присутствующий Тоже узнал буквально за день, что завтра будет такая встреча Она правда была неожиданная И это именно нужно назвать, наверное, встречей Коллеги, если вы со мной согласитесь Это не была дискуссионная площадка Это было такое знакомство И действительно взгляд со стороны просто прозвучал Приехала группа архитекторов, да Которые проектировали общественные пространства в Москве В Санкт-Петербурге, в Казани, по стране То, что те города, которые мы наблюдаем И берем за образцы, как они развиваются Вот эти люди, эти бюро Они участвовали как раз в разработке проектов И те, кто перемещается все-таки по стране И видят, как меняются эти города Могут тоже сделать выводы, что это были за люди Ну, а поскольку нам Ивана Губина нужно будет отпустить В ближайшее время Мне бы хотелось, Ивана, чтобы вы прокомментировали Заявление Ильи Шульгина вот на этой встрече Когда мы тоже спрашивали А что мы, собственно, тут делаем Почему такая встреча и что будет дальше Игорь Васильев сказал, что мы цикл таких встреч Организуем, когда будут собираться чиновники Бизнесмены, специалисты, архитекторы И не только общественники Обсуждать развитие нашего города и нашего региона А тут же Илья Шульгин Сити-менеджер анонсировал форум Который пройдет во второй половине октября Где обсудят запущенные уже в городе проекты И пригласят туда специалистов В том числе, возможно, и тех, кто побывал Уже в городе и которых я перечислила С их проектами для всеобщего обсуждения И выработки общей стратегии развития И тут вот до эфира вы мне говорили Что ВУЗ уже подключился к организации И этому форуму тоже Да, все верно Собственно, разговор о том, что такой форум Городу необходим мы начали Еще, наверное, месяца полтора назад С городской администрации Пока даже не включая в эту беседу И Шульгина А позже же оказалось, что и Собственно, высшие лица нашего города Тоже заинтересованы проведением такого форума И сложилось как-то такое внутреннее движение С централизованным посылом И да, на сегодняшний момент Формируется организационный комитет По проведению такого большого Значимого для города мероприятия Определяем сейчас площадки Какие будут формат спикеров Кто приедет Вопрос достаточно много Собственно, пока работа только начата Подробностей никаких пока не могу сообщить Но я даже бы сказала Что не полтора месяца назад А гораздо раньше мы начали говорить о том Что необходимы такие мероприятия в нашем городе И здесь в этой студии В рамках программы Урбана не только И в галерее прогресса И со всеми участниками сегодняшней нашей Вот здесь встречи Мы говорили, что такие форумы необходимы Такие встречи тоже До этого форума в октябре месяце Ведь будет еще ряд встреч Вы можете проанонсировать Приезд японского специалиста 13 апреля И тоже касается широкого круга Заинтересованной общественности Да, собственно 13 апреля в рамках проекта Лекции политехнической Мы приглашаем всех к себе Анонсы на сайте Говорить будем О японском опыте Развития городской среды И, собственно, очень надеемся Что эта встреча Даст Ну, некий такой Вход в мировую практику Да Видел много критики в соцсетях Почему именно эти люди приехали Это там Вахаус Маршлапа Что у нас нет своих Ну, давайте будем Серьезными Да, если мы реализуем Амбициозные большие проекты То мы должны понимать Что происходит в мире Какие в мире сегодня Существуют лучшие практики И ориентироваться нужно На работу с этими специалистами Никто не умаляет Достоинства наших Своих Вятских, кировских Архитекторов, дизайнеров Средовиков Но Хочешь делать хорошо Смотри, как делается в мире Не нужно повторять чужих ошибок Лучше их учитывать В этой работе И, собственно, форум Мы надеемся, по крайней мере И городская администрация Тоже об этом И Шульгин об этом говорил Надеемся, что Удастся собрать Ну, действительно, звезд Российского Мирового, может быть, даже уровня Который думает о развитии Городской среды О развитии города в целом Поэтому Мне Мероприятие, которое прошло в четверг Очень импонировало Своей спонтанностью Какой-то Ну, какой-то непосредственностью До отсутствия официоза И прямым диалогом Это не было заявление о том Какой город, собственно Потому что за несколько часов Познакомиться Каким бы то ни был Классным специалистом Понять город полностью Прочувствовать его Ну, невозможно Итак, открывается в Кире Череда встреч Со специалистами По развитию городской среды Вот первая состоялась Уже в предыдущую пятницу Мы поподробнее поговорим В ближайший час об этом Ну, а я тогда Прежде чем отпустить Ивана Губина Из нашей студии Все-таки 13 апреля Это будет пятница В политехническом В ЯТГУ В первом корпусе политехнического Пройдет встреча С Ивау Ахаси Японским специалистом И она будет открытой С 10 часов Будет расширенная встреча Где будут обсуждаться Как раз Японские кейсы И потом В 5 часов Лекция в политехническом На эту же тему Все желающие Могут прийти Послушать Подискутировать И здесь никаких списков Составлено Не будет Анонсы И на нашем сайте Тоже появятся Давайте для дополнения Для привлечения Дополнительного внимания Почему именно Японский опыт берем В чем его специфика Буквально коротенечко поясним Мы не знаем Не знаем Посмотрим в чем специфика Японского опыта А почему мы его берем Мы уже несколько раз тут говорили Это просто Замечательный совершенно Специалист К которому мы познакомились На школе Кудрина в декабре месяце И решили что Кирову Будет небезинтересно Общаться с таким специалистом Наша редактор Анна Лапшина Подключает к нам Спикера Собственно Одна из участниц Вот этого мероприятия Прошедшего в пятницу Это наш коллега Журналист Ирина Сырцева Выпускающая редактор Телеканала Девятка ТВ Именно в этот момент Мы договорились созвониться Ирина добрый день Мы в эфире прямом Добрый день Добрый день Собственно ваше впечатление Ваш отзыв на те слова Которые были произнесены Московскими специалистами На этой встрече Взгляд со стороны Как вы оценили Взгляд со стороны Ирина Что сказали Существенного Ваш взгляд Что существенного Сказали люди Которые приехали В город Киров Ну честно говоря Хотелось какой-то конкретики В самом начале Собственно Ее как таковой Там и не предполагалось Потому что Изначально люди приехали Для того чтобы встретиться Впервые Открыть какую-то череду встреч Насколько я поняла Ну и после этого Уже начать Какое-то изучение Городской среды И затем уже Только приступить К тому чтобы вырабатывать Эту самую конкретику Поэтому Сказать о своих впечатлениях Я пока не могу Именно от Предложений Ну будем ждать Что что-то возможно Хорошее появится То есть Срок был дан Насколько я помню Октябрь Видимо к этому времени Будем ждать Каких-то предложений Чего-то существенного Ну что больше всего Зацепило В положительном смысле Как жителя города Да Наверное С точки зрения Жителя города Зацепило Положить Я не могу сказать Что что-то там Отрицательное В принципе Могло быть Потому что Я думаю Именно с этими Эти люди И были приглашены Они не могут Вызывать негатив То есть А с точки зрения Позитива Не получается Что-то со связью Ирина Просим прощения Что-то было со связью Кто-то внедрялся В телефонный звонок У вас на ТС Похожий Еще раз С точки зрения Позитива С точки зрения Позитива Который был отмечен Мне Импонирует То что Эксперты Сказали Отметили Что хотят Оставлять Вот эту Нашу Историческую Часть города Наверное В целостности И более того Подчеркнуть ее Кстати вот Антон Касанов Насколько я помню Он Также сказал Большое спасибо За это Желание Экспертам Вот Поэтому Я не знаю Наверное Стоит здесь ждать Каких-то проектов Более конкретных Тоже Вот В частности Речь шла О Обраге Зансора Верхней набережной Вот Не знаю Говорили о центральном рынке То есть Что там могут сделать Мне Интересно Потому что Я думаю Это та точка Которую можно развивать И нужно Развивать Да Спасибо Не очень Связь Ирина Сердцева Выпускающая Редактора Телеканала Девятка ТВ Нам очень важно Было подключить Коллег из СМИ Чтобы понять У журналистов Насколько Вызвала интерес Эта встреча И готовы они Освещать в дальнейшем Подобные мероприятия Или нет Видим что Интерес действительно есть Но Ирина сама Передала слово Антону Касанову Который тоже Выступил На этой встрече С пламенной речью Антон Поддержки Или вот все-таки Что было Что было заложено В вашей речи На самом деле Не особо-то С пламенной какой-то Просто я внимательно Послушал о чем шла речь В принципе Те основные постулаты Которые были высказаны Гостями Мне понравились Поскольку Все это совпадает С моим мироощущением С моим пониманием Того как В этой сфере Должен рассваиваться город То есть я например Полностью поддерживаю Именно проект Не застройки Какими-либо зданиями Оврагов А развитие там Рекреационной зоны Сохранение именно Архитектурно-исторического Наследия в центре города Еще ряда вот аспектов Которые связаны Именно с сохранением И приумножением А не с уничтожением Застройкой И вот такими вот процессами Но конечно Насколько я понял Речь все-таки Идет о подготовке К юбилею города Да То есть И Эта тема Она уже достаточно давно Существует То есть еще При Дмитрии Драном Про это говорили Уже тогда Был проект В 2014 Насколько я помню Году Развитие оврагов Прозвучало сейчас Как при Дмитрии Датском Каком-нибудь Даным Давно Это Аксити-менеджер Да То есть Тогда уже Речь шла Про застройку оврагов Там был вот этот проект Который в вечном итоге Не был реализован И Пока мы Увидели только декларацию Какую-то Определенную намерение Как все это будет развиваться Пока не совсем понятно Я видел Что в соцсетях Достаточно бурное было обсуждение Кого-то Значит Не пригласили Или что Что-то случилось Думаю Что в дальнейшем Для конструктивного диалога Нужно подключать Архитектурное сообщество Сообщество дизайнеров Сообщество строителей Всех остальных Потому что только в диалоге Можно найти какие-то выходы Из текущей ситуации Потому что На самом деле Корень здесь Всей этой Сложившейся истории С тем Что нужно Внешнее Именно какое-то влияние Внешняя оценка В том что На текущий момент У нас Давайте признаемся честно Не все хорошо Ни с благоустройством Ни с развитием городской среды Ни с городостроительством Ни с архитектурой Ни с сохранением Ни с приумножением То есть Вот отсюда Я так понимаю Что текущая власть Уже отталкивается Другое дело Что вот сейчас Иван Губин выступал Но зачастую непонятно А кем будем брать-то То есть Как-то от студентов Особо никакой активности Не видно Илья Шульгин заявил Что там Планируют ввести В градсовет Даже представителей Значит Студентов Молодежи А где В общем-то молодежь Тут пока непонятно То есть Поэтому Вопрос В кадровом Здесь заключается Потенциале И я считаю Что внешний взгляд На всю эту сторону Со стороны Таких квалифицированных Специалистов Потому что за них Дополню Дмитрия Что говорят Их проект Парк Горького Набережная Крымская В конце концов Триумфальная площадь Которая очень сильно Была изменена Если подобное пространство Появится в городе Кирове Я буду только Двумя руками за Как предложение Восстановить Набережную Прозвучала там По-моему Это ведь идея Восстановить Нет я имею ввиду Прежнюю пристань Там внизу У оврагов По-моему Звучало это Я читал Ну по-прежнему В местности По-моему Речи не было Там Что-то затрагивалось Там Соединить Все эти территории То есть И верхнюю набережную Нижнюю набережную И овраг Засора Потому что Господин Шапир Считает Что это Может быть Единая рекреационная зона Мне очень понравилась Его аллегория Связанная с тем Что Центральная партия Нью-Йорка Пересекает Такая зеленая черта Весь город И в Кирове Точно так же И вот это Вот такой Незамыленный взгляд Это очень интересная мысль И было бы Достаточно Мне кажется Правильно Если бы прислушались Наши Представители власти К вот таким Калифицированным специалистам Потому что Зачастую к местным Не прислушиваются Представители там Общественности тоже И очень жаль Что на этой встрече Не было Ирины Рубцовой Вот мне было Интересно послушать Ее комментарии По этому поводу Потому что Насколько я понимаю Там была другая позиция У представителей Городской власти Потому что Овраги планируют Застроить зданиями Конкретно зданиями То что мы видим Овраги От свободы до Ленина Там стоит здание Его предназначение Непонятно До сих пор Ну я могу процитировать Олега Шапира Да Партнер архитектурного бюро Ваухаус Он сказал Что река В городе Большая ценность Нам кажется Что Киров Своеобразный город Здесь осталось Много прекрасных домов Сохранилась Нарезная квартальная сетка Есть овраг Который идет через весь город И проходит на старую пристань Ее хорошо было бы Восстановить Говорил он Ну Что касается Все-таки целей встречи И почему там не было Архитектурного сообщества Возможно Ирина Рубцова Я вот тоже комментировала В фейсбуке Когда спрашивали Как в общем состав Состав Этой встречи Людей Которые присутствуют Очерчивался Мне кажется Что вот когда будет Конкретное предложение Со стороны архитекторов Если они последуют То есть те кто приезжал Да По каким-то проектным работам Можно будет дискутировать С профессиональным сообществом Между собой На такие вопросы И наверное не в течение часа Потому что Насколько мне известно Режим пребывания Вот этой делегации Он был Такой очень Короткий Они просто три часа Ездили по городу И осматривали Как он выглядит Что у нас есть Пока без всяких предложений И нащупывали Какие-то точки опоры И очень важно Это было И обозначили Наши гости С чем они приехали Они именно приехали Встретиться С местными жителями И потому что Преобразование Город Меняет отношение Жителей к нему То есть Скорее всего Это была такая история Когда Игорь Васильев Познакомился Пригласил Илья Шульгин Тоже имеет свои Какие-то идеи Им было интересно Со специалистами Пообщаться А специалистам Было интересно Посмотреть Есть ли В Кирове Общественные деятели Которые тоже Занимаются Общественными пространствами Какое вообще В целом Существует настроение Это не было Таким профессиональным Общением Архитекторы С архитекторами И мы просто Надеемся Что не последуют Такие встречи Это было бы Конечно Тоже очень здорово Но что касается Что касается Застройки Тут прямой вопрос Наверное Передадим Сейчас Эстафету Нашему гостю Дмитрию Сергееву Генеральному директору Строительной компании Маяковской депутат ОЗС И общественному деятелю Надо сказать Что Дмитрий Активное участие Принимает В проекте Больше чем парк Что вы услышали Дмитрий Для меня Самоганн Это тенденции То есть Во-первых Запрос у жителей Города Кирова Кировской области На изменения В облике Нашего Города Он Во всяком случае Мне кажется Был услышан Почему бы Эта встреча На сегодняшний момент И произошла Это одна из Первых положительных моментов От этой встречи То есть Какие это действия Со стороны Первых лиц Города Кировской области Предпринимаются Для того Чтобы что-то изменить Как это будет меняться Я думаю Что на сегодняшний момент Не знает никто Но Первый шаг Сделан Второе То что При приезде Настолько Скажем Весомой Значимой Делегации Пригласили Жителей Активистов Общественников А не Как раз Именно Профессиональное Сообщество Не строителей Не архитекторов Тоже Положительный момент То что Присушатся Тем кто здесь Будет жить Живет И Мнение Как раз Ну скажем так Снизу Они Они только Деньги зарабатывают А не только Профессионалов Нет Те кто Профессионально Этим занимаются Они тоже Деньги зарабатывают И те кто Этим пользуются То есть Вот здесь Небольшая Скажем Смещено Акцент В сторону Тех кто Этим Будет пользоваться Кто здесь Будет жить Тоже Положительный момент Я думаю Что Этим Этот Тренд Он будет Продолжаться И Дальше Мы уже Видим Какие-то Конкретные Изменения Которые Будут Внесены В нормативные Документы Там В правила То есть Вот это Для меня Наверное Как для Застройщика Как застройителя Было важно Услышать В каком направлении Будет двигаться Именно нормативная База города Кирова То есть К чему Мы в дальнейшем Придем В плане Уже Своей Профессиональной Работы Может быть Я соглашусь С Антоном О том Что здесь Мы не увидели Грозостроителей Вторых Лиц Скажем В нашем Городе В нашей Кировской Области Которые Занимаются Профессионально То есть Управления Архитектуры Ни областного Ни городского Здесь не было Я думаю Что вот это Для меня Осталась загадка Почему они Тоже Хотя бы Не услышали Не посидели Не то чтобы Профессиональный Разговор Дешел А вот Услышать В каком направлении Жители Высказываются То есть Социальные запросы Вот это Я считаю Что может быть На мой взгляд То есть Стоит продолжить Разговор В этом направлении Здесь Их присутствие Тоже было бы Необходимо Потому что Их руками Их головами Потом дальше Эти процессы Реализовывать В жизни Да пожалуйста Да и хотелось бы Дмитрий Шилеев Я на самом деле На сто процентов Против Потому что Это будет Рука рука Руку моет Нам нужны Люди Которые делали Такие шикарные Проекты Как Парь Горького И то что Есть Прекраснейшее Сравнение То что Зеленая зона В центре Напоминает Зеленую центру Как в Нью-Йорке Допустим Ее нужно развивать Нужно остановиться Вот именно на этом Понимании Что у нас Они говорят Что свяжите Вот эти овраги С портом Пристань Потому что Река действительно Это важно И вот эту Прогулочную зону Почему были Общественники Потому что Они не просто Как бы заявили О том что хотят Пообщаться С общественниками Они считывали Культурный код города У них нет Ни одного Как бы предложения Которое было бы Ошибочно Понимаете Наши архитекторы На сегодня строят Как в 90-е годы Мы будем В 21 веке Строить Как Проектировать Как в 90-е годы То есть мы в 21 веке Будем жить в прошлом Рядка Должна жить Современным Как бы решениями Хотя бы немножко С опережением Если мы хотим Быть здесь и сейчас Нам нужно Опережать время Пока не изменится Нормативная база Никто не будет Проектировать Это в 21 году Новый генплан Не новый генплан А право внешнего благоустройства Право землепользования Время еще есть Достаточно Чтобы обсудить Мы это строим сейчас И проектируем мы сейчас И завтра мы увидим То что мы запроектировали Сегодня Поэтому изменения Нельзя Изменив одну точку В городе Изменить весь город Но мы говорим Про 24-й год Правильно? Нет Мы говорим Про то что Будет завтра Я не про вас Сейчас говорю Я говорю про проект Конкретно Я не про строителей Как бы Здесь и сейчас Про строительные фирмы Я говорю на перспективу Относительно Конкретно проекта Который был озвучен В музее Целуковского А там было все Правильно сказано То есть Развивать центральную часть И то что Почему люди Приехали из Москвы И почему они для меня Уважаемы Они создали площадки То есть О людях нужно судить По проектам сделано Парк Горькова Площадка лучшая Всей России Куда едут За всей страны А люди всегда определяют Интересно Неинтересно Правильно Неправильно Я еще раз говорю Сам музей Целуковского Это 90-е годы Кто его спроектировал Космический центр Космический центр Я просто немножко Тоже в прошлом жил Это дизайн 90-х годов Давайте будем Прямо в лицо смотреть Можно было сделать Внешний вид Как бы интереснее Прервемся сейчас Там Антон Я вижу Я хотел еще рассказать Репаку Дмитрию Насчет того Которого Сергеева Насчет того Что они пригласили Ирину Рубцову Здесь просто вопрос Он достаточно философский А можно ли с подходами Ирины Рубцовой И руководства Кировских градостроителей Нашего управления Архитектурой Которая осуществляла Контроль над Кировским Градостроительством Благоустройством Архитектурой В последние годы А можно ли с ними Идти в будущее Вообще Вот в чем Вопрос Понимание Дмитрий Вот с такими подходами С престиж-хаусом С торговым центром Крым С застройкой Парка Победы Парка Гагарина И всего остального Невозможно идти В нормальное будущее То есть люди не хотят Оттуда идти Есть ли инструменты На то чтобы это повлиять Надо об этом начать говорить Думать об этом Озвучивать Вот мы это и озвучиваем Сейчас в том числе В нашей программе Прорвемся на полторы минуты И продолжим нашу дискуссию Ну вот собственно Активно беседуем В перерыве Мне кажется Именно этой целью была У встречи в пятницу Вызвать общественную дискуссию На тему того Куда мы движемся И каким должен быть Архитектурный облик города Плюс мы надеемся Еще спровоцировать То что будут возникать Новые архитектурные проекты И решение Устройства Общественных пространств И взгляд со стороны О котором нам заявили И рассказали В общих чертах гости Из московских архитектурных бюро Он наверное очень важен Потому что вот Все гости Которые сейчас Собрались в студии Присутствовали на этой встрече Говорят что мы все-таки Смотрим в прошлое А не в будущее И здесь В перерыве Продолжали дискутировать Насчет того Что достаточно ли будет Только общественного запроса Или все-таки Существующие Городостроительные Там планы И правовая база И состав Специалистов Которые работают В администрации Города Кирова Нам не позволят Так развиваться Как хотелось бы И тогда у меня вопрос А каким же образом В таком случае Меняются Наши лидеры О которых мы сегодня Уже говорили Там Казань Ну не знаю Москва Что еще Можно назвать Только Казань Москва Дмитрий Сергеев Я в этой встрече Увидел Несколько шире Чем Скажем Историю Одного Какого-то Одной точки Или центральной Только части Я в этой встрече Центральной части города О которых говорили Я в этой встрече Вижу Как бы Дальнейшее развитие Ситуации Это изменение Всего города Подходу К проектированию К строительству В городе Кирова Может быть Я услышал то Что не прозвучало А то что хотелось То что хотелось Слушать Да Вот скажем Из уст наших гостей Прозвучало Что меняя Скажем Одну точку в городе Как бы Это как Цепная реальция Она распространяется На другие территории На окружающую среду То есть Дайте мне точку опоры И я Изменю меры Город Киров не такой большой Чтобы там Изменив какие-то Ключевые точки Да В городе Кирове В этом я соглашусь Да Это изменение Дальше двигалось Но для того Чтобы изменение Дальше двигалось Нам нужно Менять какие-то Правила Которые будут Обязательны Для всех То есть Нельзя Скажем К одному Применять Застройщику К одному Проектировщику Да К одной Какой-то Может быть Структуре Одни требования К другим Другие требования Тогда у нас Путь получится Воскутное одеяло Вот Выработав Какие-то Требования Правила Которые Можно будет Реализовать Как рекомендации Может быть Реализовать Как нормативные документы Это тоже Очень важно Это тоже Нужно делать А что услышал Руководитель Проектов Молодежного Творчества Центра И организатор Кинофестиваля Под открытым небом Десять вечеров Я забыл записать И организатор Проекта Город в движении Который прямо сейчас Проходит В общем-то Тоже направлен На изменение Общественных Пространств Городских Дарья Ткачева Мы сейчас узнаем Прямо из ее уст Дарья Добрый день Добрый день Что вы услышали На этой встрече С московскими Архитекторами Я услышала Довольно много Правильных И нужных слов И Самое главное Что прозвучала Мысль Довольно О комплексном Подходе К городской среде И учете Не только Мнения Жителей Но неких Шаблонов Жизни И каких-то Траекторий Которые Обычные люди Делают Которые Которые Не учитываются В современном Городском Городостроительстве Если будет Возможность Реализовать Было бы прекрасно На данный момент Конечно Остается много вопросов Многого Непонятно Кто это будет делать Какими-то принципами Какими механизмами Но Будем надеяться Что все-таки Получится Это реализовать А можно поподробнее Какие мы там Шаблоны имеем ввиду Я имею ввиду Что Есть Мнения Жителей Но дело Не только Мнения Дело Скорее В том Как люди Реально Живут Как люди Реально Используют Ту-то Батрас В котором Они находятся Какими путями Они ходят Чем Они занимают Мы бы не хотели Заниматься В той среде В которой Они живут Как бы Реально Они хотели Использовать Ту прилегающую Территорию К их домам Какие именно Потребности У них Это сложно Достаточно Система Которая Простыми Социологическими Следованиями Иногда Сложно Ее получить Но В мировой практике Существуют Определенные технологии Позволяющие Это Узнать Спасибо Адария Ткачева Руководитель проектов Молодежного творческого центра Я правильно понимаю Общее Полотно Городское Это все красочное К чему мы стремимся Оно может состоять Из нескольких Пазлов Таких очень Симпатичных Удобных Мы сейчас Не знаю Будем ли в это углубляться Осталось не так мало времени На мой взгляд Здесь очень важно Обратить внимание Еще на одну Историю Которую Как раз Вот этот вопрос Задавали Елене Консалес Президенту Маршалла Сразу после того Как там Да Вот Общее обсуждение Какое-то прошло И мы уже встречались Так небольшими кучками И общались Елене говорили Что Слушайте Это же такая Это же такой Долгий процесс Вот сколько Это все Значит Проводили исследования В этих крупных городах Пока их провели Пока значит Вот это вот Выявляли Это же Затянется на годы Говорили То есть что мы говорим О каком-то октябре месяце Какой результат мы там можем Даже промежуточный получить На что Елена сказала Что Друзья Мы прошли все эти этапы У нас Да Долго все это вырабатывалось Мы осваивали долго Эти технологии На данный момент На данный момент На данный момент мы ими Владеем И их можно реализовывать И применять Уже совершенно В другие Достаточно сжатые сроки Но вот мне кажется Что момент Насколько вот это будущее Которое мы пытаемся Себе нарисовать Достижимо При нашей жизни Это тоже важный момент Антон Безусловно Просто вектор Нужно чертить вектор То есть если нам сейчас Будет дан сигнал Что вот вектор Будет такой Что мы Привлечем Серьезных специалистов У нас Будет юбилей Городом к юбилею Города сделаем То, то и то Но и мы не будем делать Вот то, то и то Мы не будем строить Новые престиж-хаусы И Крыма Мы будем делать скверы Комфортную городскую среду И все остальное Я думаю Что такой вектор Он будет отечерчен Он будет понятен И мы либо присоединимся К нему Либо там соответственно Будут какие-то предложения По его изменению И я присоединюсь К предыдущему еще вопросу Что вот А как в других городах Как произошли эти изменения Во многом Там очень много Отличностей зависит То есть в Москве В пост-Лужковский период Это все произошло Когда этот вектор Оседлали Вдвиженцы Собянина Капков Ревзин Стрелка И другие рубанисты Которые в принципе Город изменили И действительно Вот эти проекты Про которые мы сегодня говорили Про Горковый Площадь революции И все остальное В конце концов Тоже в Заряде Это проекты положительные В принципе Потому что Применительно к нашей ситуации Могли бы в Заряде Где-то что-нибудь построить Там много места Но в конечном итоге Мы видим что удалось Решить эту проблему И эти города изменились То же самое касается и Казани Я думаю что и Киров Может измениться Но я думаю что В новую эпоху Нужно въезжать на новых лошадях Поэтому действительно Нужно какое-то обновление Не только идейное Но и именно Человеческий фактор То есть нужны люди Которые будут поддерживать Это изменение И их будут продвигать Если такие люди Среди кировских архитекторов Среди кировских Урбанистов Активистов Я думаю что Они должны присоединиться Мы забыли кстати про опрос Или мы передадим слово Мы мы как-то подведем итоги У меня реплика еще От слушателей есть еще Дмитрий Шуляев На самом деле я хотел Как раз Дмитрий Уточнить по поводу дизайна То есть Это же старая пословица Семь раз отмерь Один отрежь И люди которые В смысле Приезжали Они не знают что делать И не понимают что делать Как нужно делать В 21 веке Конечно есть определенные нормы И которые существуют И согласованы на сегодняшний день Но надо хотя бы начинать Об этом говорить И думать с опережением Тогда мы будем ждать Здесь и сейчас А не в прошлом Поверьте Многие жители нашего города Которые составляют Которые участвуют В жизни нашего города Которым мы общаемся Это может быть Не очень большая часть Но они хотят жить В таком городе Вот который был Проект Который был озвучен Часть проекта Развития города Который был озвучен Есть реплика Слушателям Да Мне зачитать Рекомендуют Все таки Понравилась видимо Реплика Нашему редактору Ане Лапшиной Владимир пишет Он считает Что нужно сначала Решать с насущной Накопившейся проблемой Например С строительством Мусоросжигательного завода Потому что без решения Этих самых проблем Никакие внешние изменения Работать не будут И он дальше аналогию проводит С ремонтом квартиры В квартире что делают В первую очередь Надо ремонтировать санузел А потом уже приводить В порядок все другое Давайте Владимир сообщим Что история с мусором Решается отдельно Или параллельно Этим процессом И по мусору Начнет сегодня говорить Буквально через 20 минут Роман Титов здесь А завтра мы продолжим Обсуждение Деятельности регионального оператора Так что и этому тоже Владимир мы посвятим В свое время Сейчас у нас другая тема Вот Это было вот то Что говорил сейчас Дима Шиляев До вот До этой реплики Нашего слушателя Это был ответ На ответ Или комментарий К высказыванию Дмитрия Сергеева Который я думаю Что не противоречит Вообще друг другу никак Ну потому что Это вещи Безусловно Связаны воедино Вопрос все-таки Мне кажется Это в сомнении В том И все связано Старая команда По старому Действовавшая Выдававшая Все разрешения На вот эти вот Объекты Которые вы называли Не приобретавшая Новых компетенций Не желающая Там ставить Точку На нашем Негативном Негативном Прошлом Развиваться Дальше Вызывает Сомнение В том Что мы сможем Достаточно активно И быстро Все-таки Перестроить Своё мышление И двигаться В современной Парадигме И здесь И здесь Конечно Вопрос Который Мне бы хотелось Который Поднял Антон Касанов Мне бы хотелось Чтобы вы Своё мнение По этому поводу Тоже высказали Уважаемые гости Про человеческий фактор Хочется поговорить Потому что Ещё раз Всем Кто не услышал А кто Эту Встречу Организовал И почему Она так Прошла То это было Личное Приглашение Игоря Владимировича Васильева Совместно С Ильёй Шульгиным Которого Так вот Решили Они познакомились И привезли То это Личный фактор Это наши Руководители Показывают Вектор И прежде всего Они решили Его показать Вот такой Открытой Встречей Людям Общественникам И жителям Города Дмитрий Сергеев Я об этом Сразу же начал То что Первые лица города Первые лица Нашей области Заинтересованы В изменениях Которые Зачастую Проектованы Мнением Жителей Кирова Кировской области А вот По команде Скажу сразу Что Наверное Не надо В Кирове Завитать Заново Велосипед То есть Конечно Опыт Есть Который Во многом Реализован В городах Крупных В соседних В той же Казани То есть Его конечно Нужно использовать Его нужно применять Я не думаю Что наш Город Какой-то Сильно Сильно Отличается От других Городов Российской Федерации Поэтому Опыт Нужно Однозначно Использовать И людей Которые Это уже Реализовывали Которые С этим Уже Сталкивались Которые Может быть Чем-то Даже Набили себе Шишки Их Обязательно Нужно Привлекать Но Вот Еще раз Может быть Повторюсь Те Чьими руками Будет это Делаться Это все равно Будут Наши с вами Жители Наши с вами Знакомые То есть Других людей Мы сюда Не привезем То есть Молоток Не виноват Какой стороной Его бьют Потому что Дело в руке Которая его Держит в руках То есть Это не более Чем инструмент И вот Какая задача Будет поставлена Такая задача Будет реализован Вопрос Какая задача Будет поставлена И как будут Спросы За ее Выполнение Ну В Татарстане Тоже личный Фактор Да И фактор Лидера Он очень Значим Да Ну и вот Дмитрий Ушеляев Несколько секунд У нас остается Еще итоги опроса Надо подвести Сейчас по поводу Личного фактора Да Итоги опроса Мы сами подведем Личного фактора Да Наших руководителей Да В решении этих проблем Ты увидел Что они Вектор указали И кому Ну Мы всегда радуемся Когда происходит В контексте 21 века Что-то Но это прямо В контексте 21 века Потому что Вятка прекрасна Своей стариной Но нужно двигаться Вперед все время И Очень важно Чтобы компетенции Давали те люди Которые мыслят С опережением Они мыслят Вот то что сейчас Актуально И престижно В мире Нужно ориентироваться В этом Наши руководители Очень кратко Мыслят с опережением Нынешние В контексте Этого проекта Конечно да Да Подводим итоги опроса Который мы еще Утром анонсировали Через программу Даши Топузлеевой В эфире Значительно улучшить Облик Кирова За несколько лет Вы считаете Возможным или нет На сайте Хакирова По прежнему Вяло голосуете Вы слушатели Поактивнее Пожалуйста Но все таки Возможным 57 считает Процентов 43 невозможно На странице Вконтакте Кстати проголосовало Почти 400 человек И 60 Возможным Считают 40 невозможным В общем В целом Такой позитивный Настрой Спасибо всем Участникам Будем продолжать Наши беседы В прямом эфире По поводу Изменения облика Города Кирова И всего региона Благодарим Дмитрия Сергеева Дмитрия Шиляева И Антона Касанова Сейчас новости Тематические программы И реклама А через 20 минут Программа Особое мнение Кто в гостях Вице-спикер ОЗС Роман Титов Вот там про мусор Поговорят Редактор субтитров А.Семкин